Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 апреля. Я вот уже сняла сегодня несколько видео. И хочу еще одно видео, маленькую коротышку снять о температуре грунта. Многие боятся высаживать томаты в открытый грунт. Пишут даже такие комментарии, что у нас нет термометра для измерения температуры на улице. Как узнать, можно высаживать или нет? Но я вам признаюсь, что у меня у самой за 30 лет, ну как работаю в огороде, в этом году появился первый раз термометр для измерения температуры в грунте. Но это не значит, что до этого я вообще не знала, как и что и ходила, думала. Как я говорю, у меня вместо термометра всегда была рука. Вот смотрите, копаем землю и погружаем туда руку, вот на расстоянии, например, 15 сантиметров. И я всегда руководствовала своими ощущениями. Если там сильно-сильно холодно, ну вот прям не хочется туда заталкивать руку, вы убираете. Ясно, что еще и растением будет там очень сложно. А если вы засунули руку, конечно, там будет прохладнее, потому что рука у нас 36, а грунт всего нужен нам 15, 14, 13, вот такой. Ясно, что вы почувствуете, что она холоднее руки, но все равно будет не то ощущение, когда вас льдом аж вот так вот как ошпарило. Если вы почувствуете, что более-менее, значит, можно высаживать. И я обещала рассказать вот этот смешной комментарий, который нам мужчина прислал, по-моему, еще 2 года назад. Я всем его повторяю, мне он очень понравился. Раньше, в старые времена, тоже ведь не было у нас, не у нас, а у них никаких термометров, ничего. И вот мужчина один написал, что раньше, для того, чтобы узнать, пора сеять рожь или нет, вообще, пора ли выходить на вспашку, выходил мужик в поле. А так как трусиков раньше не было, были же только как кальсоны и штаны, он снимал свои вот эти все одежки, голой задницей садился на землю и несколько минут сидел. Если было холодно, так что хотелось соскочить и убежать домой, то еще рано работать. А если сидишь, ну, вроде бы холодно, но терпимо, значит, можно начинать пахать, пока ты вспашешь, пока ты посеешь, и этот верхний слой грунта, конечно, прогреется. Но это больше всего шутка. Можно исходить из показателей температурных. Если ночью температура 7-8 градусов, 10, а днем тоже плюсовая, но уже, например, 12-15-17, это идеальная температура для высадки. Тем более, если раннее высаживание с укрытием. После того, как вы высадите, вы же набросите пленку, и в первые же дни верхний слой грунта, он прогреется еще сильнее, потому что там создается повышенная температура, там свой микроклимат, и точно не ошибетесь. Ну, тут важно, конечно, чтобы вот это теплое окно, когда вы высаживаете, хотя бы 2-3 дня почва прогреется, потом даже, если будет, смотрите, будет понижение до 4-5, это уже не страшно, потому что вот этот вот кусочек земли, который вы накроете, например, не тканкой, пленкой, чем-то, он будет намного теплее, чем вся оставшаяся, вот, ну, вся остальная температура. И сегодня прочитала еще один совет зрителя, может, кому-то пригодится. Она пишет, что я закапываю простой градусник, не знаю, какой простой, но, наверное, для измерения воздуха туда поглубже, там сколько, 20, сколько сантиметров, и он все равно со временем, не сразу, но со временем он устанавливает, показывает ту температуру, которая температура почвы, потому что все равно ему, наверное, что воздух, что землю, если там холодно, то он явно, что не поднимется больше 20. Попробуйте простым градусниками мерить, лучше всего рукой, потому что рука человеческая, она очень чувствительна, и если вы почувствуете, что там вообще, ну, нетерпимо холодно, ясно, что еще рано высаживать. Вот в нашем регионе, я думаю, что теперь уже все начнут высаживать, потому что черемуха почти отсвела, но, по крайней мере, уже заканчивает свое цветение. Морозов мы так и не дождались. Будет небольшое похолодание, 4-5 градусов, но всего кратковременное на два дня, потом опять дневные, 23-25, вот сейчас 26-28. Прекрасная нынче погода, у нас нынче счастливый год. До свидания! Продолжение следует...